Сегодня я заменяю на датчик, поэтому слайд для меня был на английском, но, может быть, это даже кому-то поможет. Так что, поехали. Ну, я начну с простой темы, с темы криптографии и с теми случайностей. В принципе, про это все давно и хорошо знают, и про это как раз очень много мне говорят, но раз за разом люди натыкаются на подобные проблемы, что написан очень безопасный сервис, все хорошо, шифрование железное, но в качестве случайности выбирается стандартная библиотека C, в которой можно предсказать последовательность случайных чисел, и ваша схема будет очень быстро и просто. Собственно, по ссылочке можно посмотреть. Любой язык программирует не позволяет создавать безопасные случайные числа и, как правило, более быстрые случайные числа. Если вы разрабатываете что-то с криптографией, вам всегда нужны, в принципе, secure random, то, что называется. Во всех языках это есть, это не проблема. Вторая тема, о которой я тут скажу, это про количество случайностей, которые закладываете. Когда вы генерите какие-то случайные числа, учтите, что хешей биткоина на данный момент это 2,7 хешей секунды. То есть, если вы создаете случайное число в 70 бит, то 7 биткоина может перебрать его за секунду. Это, если брать адекватные пароли, английские буквы, цифры и символы, то это где-то 15-значный пароль. То есть, в плане паролей тоже, на самом деле, тут может быть стоит задуматься. Это очень большое число, но это уже реально работающее, это есть в биткоине, а он перебирается в гигантское количество хешей. Секунды. Ну и третий пункт, тоже, в принципе, стандартный и классический, не позволяйте пользователям создавать случайность самим. Как правило, человек это очень плохой источник случайности. И если вы создаете кошелек и предлагаете ему ввести сим для генерации пароля, он напишет несколько букв. И, в общем-то, или какое-то стихотворение из книжки, и это будет быстро взломанно, потом, как я на них взял мышки. Подобные случаи знаю в разных культавалютах, когда либо при генерации сидорта шелька, либо слова для генерации были недостаточно большие, клиентная фраза создавалась, либо пользователи вводили какие-то фразы, предложения из книжек, и после этого у них вводили все их деньги в цикл и годы шелька. Вторая тема будет поинтереснее, это про схему подписи. В принципе, любая предварительная, которая сейчас есть, имеет какую-то схему подписи, подписывает. Вот тут я первым просто бунктом сразу написал, используйте спецификацию, потому что это самое главное, и, в принципе, в криптографии, в частности, в схемах подписи, гарантируется только то, что написано, то, что гарантируется, то, что вам кажется, что там еще что-то гарантируется, это не так. А тут, естественно, тоже сразу же скажем про рандомка. В предыдущем случае, что используйте запасный рандом для подписей, как правило, нет терминистической подписи требует на вход еще какой-то рандом, и если суммышленник знает, какой рандом вы передали, он сможет раскрыть ваш приводный ключ по публичному ключу и подписи. Третий пункт тут, наверное, самый интересный, это называется Signature Mobility. Тоже, в общем, люди, близкие к блокчейну, знают, как правило, но подписи гарантируют только то, что подписанные данные не были изменены. Они не гарантируют того, что подпись сама по себе не была изменена. Это вот пункт про спецификацию. То есть кто угодно, если вы четко подписали какие-то данные, кто угодно может эту подпись изменить. Примерно подобным образом, изменить таким образом, потому что она останется валидной, естественно. Примерно таким образом была взломана биржа NT-GOX небезызвестная, что они следили за хэшом транзакции, она клалась в блокчейн, злоумышленник меняет подпись, и если замайнится подпись с измененной, если замайнится транзакция с измененной подписью, то исходная транзакция уже в блокчейн не попадет, и таким образом можно проводить даблспендинг. Эта проблема на самом деле NT-GOX, они следили только за хэшом транзакцией, и люди у них запрашивали повторный вывоз средств, которые проверяют, что действительно средств не было, значит можно еще раз повторить, куда-то потерялась транзакция. В общем, да, тут простой пункт, просто вы знаете, что подписи всегда можно изменить, злоумышленник ее может изменить, и это не обязательно та подпись, которую создавал тот, кто подписывал эту транзакцию. То, что он подписывал, это то, что он действительно подписывал, а сама подпись может быть изменена. Ну вот, тут есть разные способы как это решить. В принципе, в биткоине сейчас активно идет голосование за segwit, который предлагает просто убрать подпись из транзакции, разделить, и это решит эту проблему неявным образом. Есть в биткоине и даже в том же другие пропозалы, как это можно пофиксить. Там есть несколько предложений как это изменить. Вроде как у меня нет проблемы самого протокола, сам протокол к этому стойчив, но разработчики сторонних приложений на это разом натыкаются и, в общем, надоело это. Разработчики биткоина хотят они это как-то исправить. Ну да, в качестве ID транзакции, если вы как сторонний разработчик что-то делаете, не используйте подпись, используйте все остальные данные, не зависящие от подписи. Еще пару пунктов про транзакции. Добавлю, что действительно не гарантируется быстрое включение транзакции в блокчейн, и могут возникать вопросы, а что делать, если транзакцию заслал, а ее в блокчейне никак нет. Тут хорошо было бы иметь способ не отменять транзакции, свои текущие, свои предыдущие, разосланные, чтобы даблспендинг такой не проводить. В принципе, вот в эфириуме есть, например, Nose такое поле, у каждой транзакции есть инграментально увеличивающееся поле, обязательно увеличивающееся в единицу, и моя предыдущая транзакция имела цифру 5 Nose, следующая 6, следующая 7 и так далее. Если я послал транзакцию с Nose 7 и никак не вижу, что она добавляется в блокчейн, я могу послать другую транзакцию с Nose 7 и быть уверен, что только одна из этих двух транзакций будет добавлена в блокчейн. Таким образом эта транзакция отменяется. Waves, я знаю, использует просто протухание транзакций по времени, в течение двух часов, по-моему, двух часов транзакция живет. Если ее таймстемп отличается от таймстемпового блока больше, чем на два часа в прошлое, то она уже считается невалимой. И еще один интересный момент – это разделение транзакций Tessnet и Mainnet, что адресов Tessnet и Mainnet. Тут Replay-атака на самом деле подобная, как мы все наблюдали прошлым летом, когда появился Ethereum Classic, и и та, и другая сеть имеют одинаковую семантику транзакций, и можно транзакции из одной сети перекидывать в другую сеть. И, собственно, идея очень простая – это в одной сети у кого-нибудь запрашиваешь какие-нибудь монетки, может быть, в тестовой, да, даже в тестовой сети вы просите себе прислать каких-нибудь монеток и перекидывать эти транзакции в реальную сеть и получать уже реальные деньги. Вам присылают какие-то тестовые токены, а вы в итоге получаете реальные деньги. Примерно такое мы наблюдали в Ethereum, когда у биржи запрашивают Ethereum обычное, и параллельно эти же транзакции загибают в блокчейн Ethereum Classic, забирают себе еще и все Ethereum Classic. Следующий интересный пункт такой – это текущее состояние системы. Всегда у блокчейна есть не только набор блоков, но и его текущее состояние. Вот как в Ethereum это называется World State, в Bitcoin это UTXO, в Ethereum это, в принципе, часть протокола, и, в общем-то, без него жить практически невозможно. С одной стороны, это расчетная величина, она рассчитывается, если про процессии все блоки, но процессинг всех блоков в Ethereum занимает несколько недель, насколько я понимаю, сейчас. и, реально, это очень долго, и каждый раз это делать не может. И процессинг... Этот стейн текущее состояние должно быть легко доступно, в принципе, хранится в оперативной памяти, чтобы можно было быстро валидировать блоки. Потому что валидируете в блоке, вы по стейн, вы смотрите, есть правительное нужное количество денег, чтобы их переслать в этой транзакции. Если каждый раз будете лезть для этого на диск, это будет медленно, ваши блоки будут процесситься очень долго, потенциально дольше, чем интервал между блоками. Подобные атаки, в принципе, мы наблюдали в Ethereum как раз осенью, когда шли DDoS-атаки на Ethereum, которые были, в принципе, реализованы, например, таким образом. вот этот стейн сильно увеличивали в размере. До этого в биткоине был миллион адресов, в эфирме был миллион адресов, а во время атаки создалось еще 18 миллионов адресов, и стейн перестал влезать в оперативную память всех нод, они ушли в swap, и, в общем, все ноды по факту уберли, кроме валиды спасло Ethereum, потому что у них было несколько имплементаций, и одна из них была реализована чуть получше, чем остальные, и выдержала. Но, в принципе, процессинг блоков там занимал много секунд, и занимал больше, чем среднее время между блоками, там захватить сеть в тот момент можно было достаточно легко. и еще тут вот такие моменты, что, во-первых, майнер всегда при любом текущем стейте и любом транзакции у него в Utex Pool должен создавать валидный блок, такие, в принципе, баги тоже известно не случались, что если заслать определенный набор транзакций в Utex Pool, то майнер выберет из них что-то невалидное. И, собственно, последний пункт, что стейт у всех должен совпадать, это может быть форсироваться протоколом, как в эфириуме, или может быть не явно, как в биткоине, но реальный процессинг от них и тех же блоков должен приводить к одному и тому же конечному результату. В процессинге блоков могут быть какие-то откаты назад, форки и так далее, но вот это все должно правильно разруливаться. Это всегда есть, и не с этим очень много проблем практически у всех, насколько я знаю, что может произойти, что что-нибудь откатилось неправильно, что-нибудь потерялось, или что-нибудь старая версия софта процессила одним образом, а новая версия софта процессила другим образом, и в итоге конечный результат у двух нот разный, и все эти результаты на две части. Одна считает, что текущее состояние одно, другая считает, что текущее состояние другое. Следующий пункт про данные, это либо RPC, протокол, либо P2P, в принципе. Блокчейн — это P2P система в любом случае, и вот тут важный пункт, в принципе, что все данные, которые приходят в ноду, они недоверены. Блокчейн — это централизованная система, где нет доверенных лиц, все данные, которые нам приходят, тоже недоверены. От них надо защищаться в плане DDoS, потому что в плане тяжелых транзакций, вот с этим эфириум, тут, как обычно, хороший пример, что такое там тоже случалось, что могут прислать транзакцию, которую ты долго-долго процессишь, после этого она становится невалидной, и ты ничего не потратил, но майнер потратил свои вычислительные ресурсы, чтобы понять, что она невалидная. Это простой вектор ротати на любую ноду. В принципе, есть, как правило, какие-то массивы, которые вы даете, надо аккуратно следить за их размером. Например, публичный ключ всегда 32 байта, это строго, и вы это всегда знаете. Но более того, что массивы должны быть ограничены по размеру, не может быть ничего бесконечного. Но раз не пришел рабочий лист, то расскажу историю про лист. Знаю, что у них еще летом бывает история. Запись идет, я не стесняюсь. Чужие косяки, а звучит все хорошо. Все блокчейн, да. На самом деле, в биткоине тоже есть пункт размер блока, и он приходит, и дальше блок процессится. Вот реализация дефолтного клиента листа была такая, что она не проверяла, что там написано в этом размере блока, и выделяла столько памяти, сколько там написано. Если написать 20 гигабайт, она выделяет 20 гигабайт. Ну, как бы, написал там 2 терабайта, и нода падает с ООМ, потому что ей не хватает 100 гигабайт. Вот. Поэтому любой размер блока, в принципе, должен быть ограничен и на входе, и на выходе. Если вас запросят отдать 20 тысяч блоков, то это тоже что-то не то, и, скорее всего, ваша нода упадет с ООМ опять-таки, потому что 20 тысяч блоков не сможет упихнуть. Все разбито на небольшие куски, и, в общем, отдавать бесконечные размеры, бесконечные массивы никто не умеет. Последний пункт. Тут, ну, естественно, надо защищать приватные какие-то данные. Приватные ключи в кошельке должны быть зашифрованы, и так просто, и никаким образом к ним получить доступ не да. Вот, в принципе, второй момент, особенно важный для Proof of State, говорил, что публичный ключ – это, вообще говоря, тоже приватные данные для нода, и не очень хорошо отдавать всем подряд свой публичный ключ, просто потому что тогда можно будет, ну, опять-таки, простым DDoS-ом знать следующего генератора блока по его публичному ключу, и DDoSить уже конкретно нода. Одно дело – DDoSить всю сеть сразу, что практически невозможно, а другое дело – всех по очереди. Всех по очереди – DDoSить можно. Даже по IP или с лидерами. Следующий пункт тоже про, в принципе, у меня почти все оставшиеся, это про DDoS-уровень. Тут много было копий сломано на поисках лучшей сети, разруливание форков. Ну, опять сошлись на эфире. Так получилось, вот, были показаны недавно Eclipse-атаки, в продакшене их не было, но статья вышла, что их пофиксили до статьи, что именно на том, что нода пытается синхронизироваться с сетью. А так тут DDoS выглядит таким образом, объявляет, что у тебя есть улучшая цепочка, какой-то форк с лучшей цепочкой, и не отдаешь от нее блоки или отдаешь их медленно. Вот. В эфире было, что ожидание блока – это что-то типа 15 секунд, и очень долго она ждет, когда их пришлют цепочки, это блоки из вот этой лучшей цепочки. А тут поинт в том, что, в принципе, форки есть всегда, форки есть везде, и не надо рассматривать блокчейн как линейную структуру. Блокчейн – это дерево, в котором есть разветвление, в котором надо всегда найти именно самую длинную цепочку. Вот. И алгоритм до поиска этой длинной цепочки – это не такая реальная задача, в принципе. В принципе, как-то их решают. А в Proof of Work, в принципе, все неплохо. В корпус стоит все гораздо хуже. С этим Proof of Work, в принципе, потому что можно хитро просто послать заголовки, и поэтому все понять. Но, тем не менее, да, на этот момент обязательно обратите внимание, даже как пользователь, не забывайте, что даже, если все честные бывают форки, и если вам пришло какой-то платеж, вы не можете его сразу же считать валидным, потому что есть шанс, что появится форк, или ваш платеж будет невалидным спустя какое-то время. Во всех кошельках адекватных есть количество подтверждений вашей транзакции, какое-то количество подтверждений надо сплождать. Для каждой штрафуали свое. А, как правильно по архивному сути. Достаточно. А вот эклипс-атаки, в целом, в целом, в целом, в целом, по-разному, глобально это окружить ноду какого-то участника сети нодами злоумышленной. Что не получится, что в нашей частной сети синенький воронач не соединен ни с такими честными участниками сети, а соединен только со злоумышленными злоумышленными. Это известно было и в 2015 году. Вот для эфириума я уже озвучил его в прошлом году. про то, что тут нет ни остальных криптовалют в принципе. И не обольщайтесь. Просто они не настолько хороши исследования на данный момент. И, наверное, подобные атаки там есть. В общем, тут все получается просто. Если мы атакуем конкретный сервис, биржу или еще что-то, чем пытаться сломать всю сеть, гораздо проще подменить ноду самой биржи, окружить ноду самой биржи или сделать еще что-то. Тут простой вариант. Как-то так и может работать. Допустим, мы выбираем те ноды сети, с которыми мы подсоединились. Которые мы будем подсоединяться. Каким образом мы это делаем. Вот если сделать то, что мы подцепляемся к тем нодам, с которыми на самой меньшей забежке, которые к нам ближе всего находятся и на самый быстрый канал, то злоумышленник может физически рядом с вами расположить много своих серверов с атакующими нодами и все ваши соединения будут идти вот к узлам злоумышленника. После этого он, в принципе, может делать все что угодно. Он может донос предъявить, он может подсовывать вам невалидные транзакции и в этом проблем вообще никаких нет. и потеряет связь с основной сетью. В общем, сделать с ней можно вообще все что угодно. Да, вот про поиск сети я уже в принципе сказал. Ну, как правило, это работает так, что есть доверенные сид ноды, которые записаны прям в хартле, в софте и они уже отдают текущие активные на данный момент ноды и к ним случайным образом мы подсоединяемся. В принципе, эти сид ноды для всех криптовалют это некий единая точка отказа потому что, если их вывести из строя, то новые участники сети просто не смогут подсоединяться к сети. Правда, сама сеть продолжит существовать, но в общем, такая небольшая точка отказа тут есть. Что тут еще сказать? Ну, да, тут вопросы такие есть сетевые ресурсы в общем-то ограниченные у каждой ноды и нельзя держать бесконечное количество соединений можете делить только какое-то ограниченное количество соединений 10 входящих 10 исходящих во-первых, это полезно разделять потому что как только вы появились в сети сломочные можете вам очень быстро одолжиться и занять все ваши соединения такие атаки тоже случались простая атака вы появились в сети и злоумышленник сразу полез и все ваши соединения возможно и забил поэтому если разделить входящие и исходящие соединения это поможет потому что у вас еще будут какие-то исходящие соединения и вам может привести вы с честной научной все-таки соединитесь подсоединение к случайным пирам без каких-то вообще алгоритмов про это я тоже уже сказал алгоритм по наименьшей задержке простой вообще если есть какой-то детерминированный алгоритм по которым вы подсоединяетесь другим нодам злоумышленник знает алгоритм может расставить свои ноды так что вы подсоединитесь только к нему и еще один момент тоже что только самая нода по себе должна быть способна закрыть соединение кому-то еще в принципе тоже в реализации протоколов бывают ошибки что можно заставить ноду закрыть какое-то соединение и опять-таки это приводит к тому что можно ее окружить только своими злоумышками и наверное такой последний момент который все в принципе знают все знают что у биткоина эфириум и любого вообще блокчейна очень ограничена упускная способность биткоин это 7 транзакций в секунду может быть чуть меньше почему-то есть много споров по поводу есть много заблуждений по поводу того из-за чего это происходит реально узкое место здесь это опять-таки сеть в централизованной сети вы можете много открыть за одно соединение по мощному серверу который широкий канал если во-в-в-питаке сеть информация распространяется невинно она должна пойти через множество участников чтобы по всей сети распространиться и скорость распространения этой информации очень мелких причем чем более децентрализованная сеть тем чем больше тем естественно медленнее эта информация распространяется вот и тут есть цифры для по оси Y это пропускная способность сети по оси X это размер блока в килобайтах а красный зеленый и синий линиями обозначенная персентилия 90% 75% 50% то есть это 90% персентилия 90% участников сети имеет эффективную пропускную способность вот такую как обозначено или выше а вот 90% персентилия там в принципе очень маленькая скорость для для даже обычного дорожного соединения как правило ну 75 и 50 процентов чуть выше но в любом случае скорость скорость маленькая и за счет